У меня вопрос только один. Нам передан перечень вопросов в экстет, он как-то поступил посредством электронной почты, и он не совсем подписан. Вы как бы будете наставить на то, что вы имеете возможность задать эти вопросы сами? Мы можем подписанную реанту сейчас передать. Ну, грубо говоря, это просто эти вопросы, вы просто передали для информации, не как в качестве экономиста. Вы готовы сейчас задавать все те же самые вопросы, это вопросы для ознакомления суда, и какие вопросы будут, да? Ну, ясно. Хорошо. Это как бы и неходатай, если вы правильно поняли вас. Так, у ГИОП есть какие-то неходатайся? Нет. У администрации? Нет. Я вкратце так задоложила, потому что вы собирались на однократии, потом перейдем к опросу, и потом уже моменты подключили. Решение Петерборцова в районного суда от 16-го сентября 2014 года удовлетворение как основного, так и встречного иска было отказно. При этом, будем так говорить, отказ по иску службы общественного строительного надзора сводился к тому, что часть иска была посвящена все-таки от необходимости создания исторического памятника, когда есть согласование. Суд, конечно, выгодно, что там доказательств не представлено, что у Гасанова были какие-то подобные обязательства. А вот, а во всем остальном увидели какие-то существенные расхождения, и поэтому было дал, что нет оснований, в данном случае, для удовлетворения данного требования. Относительно нарушения принципов вот этой измеренной постройки, суд оценки не давал. Относительно требования Гасанова, суд примерно пришел такого вывода, что без экспертизы, поскольку это все-таки не разрешенная постройка и правильная документация не была ни с кем согласована, то без экспертизы, насколько, так сказать, это здание вообще может быть, это и не врушает, это невозможно. А Гасанов уклонил, сказал, что на тот момент не просил, не просил, скажем так, о проведении этой экспертизы. Поэтому вот отказал и в одном и другом иске. Данное решение обжаловано и участниками процесса обоим лицами по встречному и по основному иску, и комитетам по встречному контролю использования охраны политики и истории культуры. В частности, жалоба первоначального лица сводится к тому, что выводы суда не обоснованны, поскольку описывают обстоятельства предоставления документации возвращения на граблику, и что это разрешение все-таки не выдавалось в связи с самовольным строительством, и что суд, опять-таки, никакой не дал оценки тому обстоятельства, что там уже тут существенно нарушены выводительные нормы в связи с повышением высокого уровня здания. Что касается Гасанова, то в задержании его жалоба можно понять, что все-таки он полагает, что у Гасанова были какие-то обязательства, ну, что Гасанов должен был согласовывать в любом случае проект построения этого здания, поскольку все-таки этот участок, и на нем находится не исключенно еще за реестр, а объект культурного наследия. Ну, и по поводу остальных договоров тоже поддержал. Что касается Гасанова, ну, как он полагал, что суд недостаточным образом исследовал обстоятельства, которые бы влияли на выводы относительно возможности признания за ним права собственности на том земельном участке, который бы, собственно говоря, для этой же цели, как и индивидуальное жилищное строительство, был и отведенный, что, собственно, он тогда попросил проведение по делу экспертизы, которая бы это обстоятельство все-таки еще раз подтвердила, потому что суд уведен некие разночтения в технической рекомендации настроения, которые были представлены Гасановым, в техническую рекомендацию при рассмотрении суда первой инстанции. Данная экспертиза была проведена. Правильной фамилией Геншахтсов, вы говорите, да, Геншахтсов Семен Андреяковичем, составлены заключения, и, в общем-то, выводы по исследовательным вопросам отчаянная вероятность вводится к тому, что выполненная работа по строительству дома, расположенного по адресу полова Санкт-Петербурга-12, соответствует действующим строительным санитарно-техническим нормам и правилам, подробно это описано в исследовании, но не соответствует именно строительным нормам, установленным в приложении 1.2.1.1.3, закон Санкт-Петербурга, границ в зонах храна, где тупы, в районах развития на территории Санкт-Петербурга и режимов использования земель в границах указанных зон. В том случае, если этот земельный участок будет исключен от зоны ОЗ-2, это охранная зона объекта петербургного наследия, где есть определенные требования, эксперт указал, что это требования, это требования по расстоянию под особенностью дома и по расстоянию между проезжей частью улицы, от застройки до проезжей части улицы. Вот он сказал, что если бы этот земельный участок был бы исключен от зоны ОЗ-2.1, но это только решение, этот закон санкт-Петербурга должен быть изменен, то в таком случае никаких нарушений в данном случае нормам на строительных строительных вообще не было. Дом приходен для постоянного проживания и в сущности жизни здоровья граждан возведение этого дома не нарушает, но права охраняемых законов интересов других лиц на сегодняшний день нарушают, поскольку нарушаются правила застройки специальной зоны, но при условии исключения этого земельного участка из зоны ОЗ-2.1, соответственно, тогда и никаких нарушений интересов других лиц, в том числе, связанных с правом на наследие культурное, не в связи, так сказать, с предоставлением архитектурно-строительных обмеров дома Геннерфа, еще до его сноса, где доказывали, что санкт-Петербург, первоначально который был снесен, он был выше, чем 10 квадратных метров, уж точно тогда не призвался вывод в требовании закона Санкт-Петербурга, и что они, так сказать, ничего существенно превышающего дома изначально Геннерфа не возвели. Кроме того, поэтому были представлены соответствующие архитектурно-строительные обмиры, которые, опять-таки, вызвали вопрос, с другой стороны, они, так сказать, не специально читают эти схемы чертежей непосредственно страна Гасанова. Кроме того, они утверждали страна Гасанова, что, исходя из проектной документации, у них такой скат-крыш использован, который мог бы расцениваться как именно акцент. Не просить их специалиста, но в этом случае все-таки Сухов посчитал необходимым вызвать эксперта для разъяснения этих обстоятельств, и подвлены вопросы, собственно говоря, из этих вопросов возникают у судебных коллег. Потому что, если бы вы их сейчас, у них часто не огласили бы сами, то, наверное, эти вопросы задавали судебные коллеги-эксперты тоже. Хотя изначально они не ставились с предъявлением, так и скажем. Доклад дела закончен. Если стороны не возражают, ну тогда отступим, или стороны сначала хотят выступить, а потом предоставили стороны экспертам. Позиция сторонки сна сначала все-таки опросить эксперта выслушать ответ, а дальше стороны, каждый стороной может выставаться по своей позиции, если не возникнет никаких связи с этим, других, каких-либо сопутствующих фактах. Никто из сторон не возражает. В таком случае суд переходит к вопросу эксперта Геншарта. Пожалуйста, подписку дайте. Ну, начнем со стандартного вопроса. Уже начну я. Дальше уже продолжу стороны, если перечень вопросов не учерпается. Скажите, пожалуйста, Семен Григорьевич, вы экспертное заключение, которое находится, переподерживаете на сегодняшний день. Вы выходили на тот объект и с визуальным осмотром тоже составляли заключение, производили его осмотры и измерения. Можете ли вы нам пояснить сразу, потому что не очень подробно об этом описано непосредственно в экспертом области заключения, каким образом производилось замер в особенности здания? То есть, каким образом вы определили те параметры, которые у вас не вошли. Замер здания производился с левого торца, если стоять к этому кольцу, значит, ход, значит, расстояние до конька замерялось в метре от отмостки, но после этого прибавлялся состояние до отмостки. Значит, где-то три замера сделаны вот таким образом и еще один замер катетой гипотенузы. Ну, я сразу же говорю, что, естественно, если бы в деле была бы диагнозическая съемка, я бы, естественно, замеры делать не стал. Но, опять же, требовав произвести диагнозическую съемку, то есть, я думаю, что на этом шоу еще месяц, мы просто не стали, потому что, в любом случае, я понимаю, что я, по идее, мог ошибиться примерно на 10-15 сантиметров. То есть погрешность могла быть не больше дистилетической сети? Да, но я считаю, что я мерил не самую высокую часть, потому что, если смотреть на фотографию, то у нас, как-то, конемент можно раздалить на 3 части. Скажите, пожалуйста, а когда вот этот ваш, вот эта высота, которая вам установлена, 12,4 метра, ну, не привыкли со мной подвешности, можете ли вы объяснить, ведь дом, как я понимаю, имеет какие-то и подвальные затупления, да? Это высота... на уровне отмостки, на уровне отмостки, потому что я считаю, что в любом случае, мы говорим, что замер нужно произвести от уровня земли, то есть в любом случае отмостка, я так полагаю, что после того, как будет выгодная работа под другое устройство, мы получим уровень земли, который будет как раз на уровне отмостки. То есть практически это все-таки была высота, которую вы рассчитывали на высоту от поверхности земли? А практически? А не от какого-то там заглубления в портон? Ясно. Ну, и мне кажется, по крыше данного здания, у вас возникли какие-то пояснения по ее, так сказать, инструктивным решениям? Что она сейчас выражает? Думаю, и мерили вы до конька крыши? Я мерил до того места на контеды, которого можно замерить. Если говорить о замере в центральной части, то это можно только специальными приборами мерить. Скажем, я не ожидал такого, мне это надо искать. Я не искал замер. Но если бы в центральную часть она как-то выше, ниже? Ну, зрительно выше. Зрительно еще выше. То есть, грубо говоря, если бы вы мерили по центральной части, могли бы быть результаты выше. Я поэтому так спокойно написал тот замер, который у меня получился, потому что я понял, что это в общем уже... Я просто не ожидал о существенном месте. Скажите, пожалуйста, тут есть вопрос, он сформулирован стороной газа, но тем не менее. Мы не очень разбираемся в этих вопросах, они считают, что это имеет значение. Вот является ли крыша построенного здания двускатной или вольмобильной? Двускатная она. Можете ли вы пояснить, с точки зрения листов по встречному иску, двускатная крыша это акцент здания? По-вашему, это соответствует правильному определению акцента здания? Или все-таки вы считаете, что при определении акцента нужно руководствовать со законом Санкт-Петербурга, который это определение дает? Я, честно говоря, в законе Санкт-Петербурга, как и вообще в нашей литературе, определение высокого оценка не нашел точно. Значит, у нас вообще-то здесь, если говорить точно, то это вообще-то высокая деменант, а не высокая оценка. Вообще архитекты определяют это как вертикальный элемент по отношению к остальным элементам, то есть наиболее вертикальный. То есть, если мы говорим о акценте, то есть мы можем говорить об акценте относительно района, относительно города и относительно данного здания. То есть, если говорить об акценте относительно данного здания, то там его нет. Нет, каким-либо акцентов. Да, я предполагал, что это само здание может быть акцентом, может быть акцентом. Это приоритет Да, причем вертикальный. То есть это может быть башня. Ну вот, например, у нас сейчас архитектурный оценок центра города – это Исааковский собор. То есть это может быть в зависимости от того, относительно чего мы расставляем доминанты, относительно этого мы выбираем оценок. То есть относительно дома, соответственно, это может быть башенка. То есть это должен быть какой-то вертикальный элемент, то есть относительно горизонтальный. Который выделяется на следы. Здесь его нет. Скажите, пожалуйста, вот вы определяли отступ дороги до здания. Вы написали, что он менее 6 метров. А конкретный замер вы проводили? Я проводил два замера до забора, под забором, до края панели. Я вот не помню по частям, а раньше у тебя в районе 4,20. По крайней мере, не более 4,5. Не более 4,5. Это речь идет о проезжей части, как я понимаю. От именно околосы проезжей части. Скажите, пожалуйста, задавать вопрос, будет ли это лучшим и существенным, это не вопрос экспертов. Я даже и не стану. Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, все-таки вы не только, наверное, вы строительные же обладаете на нем. Вот если это здание, будем так говорить, перестроить, уменьшить высокий параметр, это возможно без... Вот возможно ли на сегодняшний день перестроение этого здания для того, чтобы высокий параметр уменьшить, без причинения таких ущерба окружающих? Возможно, а вот, так сказать, что очень сильно ухудшишься облик здания, оно возможно. То есть технически, по-вашему, это возможно, понятно, что это может повлиять на внешнее восприятие этого здания, но технически без нарушения, например, так сказать, безопасности, без угрозы окружающей среде, это возможно? Да. Ну и возможно, это будет дорогостоящие мероприятия. Ну вот, с вашей точки зрения, это будет дешевле, чем снести дом и воздвигнуть новые? Дешевле. Все-таки это будет... Ну, в принципе, это нужно разобрать скромную крышу, для этого использовать эти конструкции обратно. Для этого нужно разобрать здание на уровне оконного отсада. Ну, то есть это возможно, это технически безопасно и это экономически более целесообразно, чем полный свой знание и разведение нового строения. Ну, по-моему, да. Ну, не можете без специальных наследований, да? Конечно, нужно было точно замерять высоту. Хотя я могу точно сказать, что архитектурные обликзания пострадали, потому что вот я в интернете находил логику Дону Кеннерта и вот смотрел сейчас лица, вот то, что купила. Дело в том, что те арты, которые на уровне Нонсарда, они очень, скажем так, внешний вид здания украшают. Ничего не стоит. Скажите, пожалуйста, а тот облик зданий, который сейчас есть, сколько вы говорите, что вы все-таки знакомились в интернете с описанием и внешним обликом здания Кеннерта. Я правильно понимаю, это не является точной копией и точным изображением Дона Кеннерта? Это как бы близко, по силуэту близко, потому что Дон Кеннерта я видел только в черно-белом варианте, а это все. Скажите, пожалуйста, можете ли вы сюда сейчас подойти, посмотреть вот на этой схеме разрез здания и объяснить нам, вот, это осматривается листья 1, 152, да, там, где находится том 2, там, где находятся агреры здания Кеннерта еще по существующим. Можно по этой схеме сказать, вот тут указана высота 11,55. Она от уровня поверхности Земли, как вам кажется, измерена или без учета какого-то заглубления на поток? Потому что тут какие-то есть обозначения, минус, вот такая. Поверхность Земли – 11,39. 11,39, то есть, по вашей… Поверхность Земли – 16. 16. Так, я пришлюсь, что с действием имя – 12,25. 25 человек. Сложно определить, с кем и какова его действительно фактическая высота. Потому что если смотреть с этой стороны, то не бывает. А что такое 10-1,50? Как это значит? Это высота в полном подъеме. Но если не в тренировке, то мы не понимаем, что это такое перевод уже. Но у нас есть уже 15. Может, где-то в другом месте. Можно ли тут определить реальную высоту дронокенов по этой схеме? Скорее всего, тот дом, который существовал, был больше 11 лет. Здесь видно, что вот это будет исходя из этого объекта. Других, я думаю, определяющих высоту. Да, ну, видите, пожалуйста. Может, может, кто-то дать ему сказать? А вот здесь сделано. Скорее всего, по тому месту, где у нас был самый высокий этот контакт. Он был, скорее всего, выше 11 метров. А вот по тем местам, которые мы открыли, по 10. И вот здесь. Угу. 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 Уger. Использовался для округления при указании на экспертизе? Я округлял в сторону... До десятых? До десятых. Что касается акцента, у нас закон даёт повышенное определение высотного акцента. Вопрос я задавал. Я вот для себя его, законы точного, не видел. Но вот что такое высотный акцент в архитектуре, я вам скажу. Что это техническое? В чем по определению высотного акцента нет? Я хотел бы вернуться к форме крыши. Она двуспятная или бальмония? Я не знаю, что такое взаимовидное, я знаю, что такое бальмония. Вальмония, да? А вальмония крыша это четырехскатная. Но она не четырехскатная. Потому что если бы она была четырехскатной, то она бы не соответствовала опять же зоне. Хорошо. Если говорить о форме этой крыши, встроена ли в нее пирамидра? То есть фактически речь идет о чем? Что крыша, на наш взгляд, имеет двуставную форму, но в ее остросередине встроен вот этот высокный акцент, который мы называем, да? А вальмония? Которая большая, она не вальмония. Она так очень искусственно вальмония. Искусственно вальмония, но и... Опять же, знаете, если мы будем настаивать на том, что это часть вальмония, то мы будем переделывать крышу. Поэтому... Что они там? Я еще говорю, что у нас по зоне... Прыжа должна быть бесплатная. По зоне? Она ставится на том, что она ламывая. Мы не говорим, что она содержит высотный акцент. Опять же, высотный акцент не может быть больше, то есть по длине. Высотный акцент это вытекает для меня, для меня. Ну, это и законы так следуют. В законе Санкт-Петербурга содержится понятие акцента таких праздников. Я, в конце концов, не архитектор и имею право в этом не разбираться. Есть еще вопросы? Да, 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 есть. Причем, крылья дома, которые образуют, как бы, примыкают те части, о которых вы говорите, получается, что у нас действительно акцент это самая протяженная часть контента. Протяженная или возмышленная? Протяженная. Акцент не может занимать больше одной-третьей части. Вертикально подношение. Вертикально подношение. Вертикально подношение. Я беру свои фотографии. Ну вот, я вижу эти фотографии. Да. Если мы берем гербер, если мы высотным акцентом назовем конек вот этой части, я думаю, что тот ракурс, который вы показываете, он очень удачно исполнил. Это не важно. Важно, где же он находится. Ну, я готов посмотреть на любой. Я понимаю, какую часть, но кому-то сказать, что она вальмовая. Это не вальмовая, конечно. Ну, вот эта часть, допустим, вот эта пирамидальная вещь. Ну, там есть разные изображения этого здания, просто они сделаны все снизу и снизу. Так, еще раз, что Вы сказали? Это изображение не соответствует тому, что в натуре остынет? Нет, факту это не соответствует. Просто форма крыши, она как раз повторяет вот эти элементы. Нет. То, что Вы видели, Вы утверждаете, что сейчас предъявлено Вам, и то, что у меня находится материал, не соответствует... Она как бы... Знаете, здесь он был... Там был окном. Нет, с размером разделе. Разное соотношение между горизонтальной и растекальной частью. Конечно. Есть еще вопросы? Да, хорошо. В лобке у нас есть изображение. Я даю просто эту фотографию, чтобы понять, о чем Вы все-таки говорили. Покажите. Покажите. По сторонам. Я тоже понимаю. Я понимаю. Что они хотели? Три угольных сторон. Короче. Спедактор. Вообще-то Эксперс сказал, что он не по центру мерил, а по бокам получился. По самой серединке он и не просматривал замеры, но на голову вышел. Я говорю, что я совершенно четко, спокойно ставил этот размен, потому что... Хорошо. Вот этот элемент может быть акцентным? По среднему. Высокному акценту ставим. Вот это? Ну вот эта часть, вот эту пирамиду. Высокный акцент? Высокный акцент. Высокный акцент. Бисклорит высокого акцента. Только она кажется уже больше 50. Да, но это может быть высокого акцента? Нет. Это элемент кровли? Это элемент кровли, а не высокный акцент. Таково мнение эксперт. И при этом он может оказаться уже больше 12 сантиметров, если не было. 12 метров, если не высоко. Причем конструктивный элемент кровли. То есть до этого, я вот не заметил, вот там вот, до этого должна быть еще какая-то что-то типа башенки, вот что-то такое. Но если это элемент в виде пирамиды, вальма, да, она пирамидальна? Это конструктивный элемент. Сам по себе. То есть это конструкция кровли, а не акцент. От того, что мы делаем кровли вот таким вот пиком, на ней акцента не будет. А если пик будет очень большой? Ну, это будет все здание, понимаете, мы должны на этом... Как только крыша? Опять же, должен быть отдельный, вертикальный элемент. Я же говорю, что этот дом вот этот может быть акцентом для района, но на нем, на самом акценте, нет. Ваша рука несогласия, возможно, сменим эксперт, это ваше дело, эксперт ответил. Хорошо. Скажите, вот в случае установления ГАА, допустим, в градостроительном плане параметр отступа 0 от края земельного участка, параметр застройки, возможных строительств без учета отступа. Вы говорили, что отступ 6 метров должен быть по зоне в своем заключении. Ну, это закон, да, говорит, да. Да. Так вот, я и... У нас по зоне Т2-Т2 отступ 0. Отступ 0. Но мы же, в данном случае, мы же зонирование принимаем по особой зоне. Так вот, в случае, если ГАА выдает документ, в котором указано, что, допустим, отступ 0, без учета какой-либо зоны, соответственно... Я снимаю этот вопрос. На это эксперт ответил. Если случайно будет изменена зона, регулировая застройки, то тогда нарушений никаких не будет. У эксперта это четко указано в экспертном заключении. Я понимаю... Вопрос только в том, что это не исключение из реестра памятника культуры, а это изменения закона Занкт-Петербурга должны быть внесены, скажем так. Вряд ли это нужно сделать. И вряд ли это вопрос к эксперту. Но, тем не менее, еще раз говорю, я перефразирую Ваш вопрос. Вы поддержите свои выводы, что, если случайно зона регулировой, вот эта местность, перестанет иметь статус зоны охраняемой регулировой ОЗРЗ-2, то никаких нарушений, как бы, предостроительных норм по отступу, по высотности не будет? Да. Но, я думаю, что дело в том, что... Почему еще на этом я взял оценку? Дело в том, что, если рассмотреть свете НЕРГИС, то там на втором листе стоит охраняемая зона, и ниже написано памятник архитектуры Дом Геннерта. То есть, опять же, если идти обратным ходом, то есть Дом Геннерта утрачка будет исключен своевременно, то дальше я не могу сказать. Это сложно сказать. Главное, зона или нет? Потому что, рассматривая вежливости... Это вопрос мы спрашивали с Дом Геннерта, либо восьмого этой зоны, а сама по себе зона охраняемой регулировой ОЗРЗ-2. То есть, то, что противоречит закону Санкт-Петербурга, то, конечно, понятно. Да, вот я как раз... Надо бы поздравить. Оставиться, поздравить с гостем. Да, у нас есть. Есть еще вопросы? У представителя строительного надзора, у представителя Геопа. Спасибо, эксперт. А у администрации? Нет, это спрятано. Санкт-Петербурга, и, в принципе, вас не содержат, на вашу усмотрение, могут остаться в присутствии в судебном заседании, немножко покинуть за судебного заседания, и субтереков, вернее, столов. Мы слушаем тогда службу Санкт-Петербурга, естественно, в первоначальном русском. Важно ли вам джангу? Да. Дополнить вы еще захотите? Ну, единственное, хотел бы сказать, что, в принципе, эксперт подтвердил о том, что он научный помощь на высота, так же, что Ген-Ген-Афтар, он, ну, сувовольная постолька не совсем отвечает тому признаку, что это был Ген-Афтар, и, соответственно, нарушается, заход, 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 заход. А все-таки вы полагаете, что здесь нужны именно такие жесткие нормы применять как сносы, как в крае? Возможно, и другие способы защитить, как бы, нарушенное право граждан, ну, скажем, на восприятие этой самооткружающей среды. Если бы он не был, Дом Геннерта, то есть, если бы все... Ну, это и не был Дом Геннерта. Дом Геннерта, извините, снесен, и никто не возлагал обязанности его восстановить войны на Гасанова. В данном случае, речь идет больше о нарушении... Или вы мне можете сослаться хоть на один какой-то договор-ляд, который бы обязывал Гасанова именно воспроизвести Дом Геннерта? Сюда заявление правных игрок в начале будущего решения, с которого мы считаем, уже согласен восстановлению того Геннерта? Вы понимаете, его согласие желания и его обязанность восстановить, это несколько разные вещи. Он мог согласиться восстановить Зимний дворец, он же не обязан, например. Поэтому я и спрашиваю, вы все-таки считаете, что он должен был воздвигнуть именно Дом Геннерта? И поэтому, в любом случае, все, что там не воздвигнут, должно быть снесено. И воздвигнут именно Дом Геннерта на его земельном участке, который, так сказать, давно-давно утрачен еще до предоставления Гасанова. Или все-таки, что он может на своем земельном участке воздвигнуть то, что он считает нужным, но без нарушения строительных и строительных правов. Ну, не службу, все-таки, он должен был сделать Дом Геннерта, а также то, что Дом Геннерта в том, что он будет строительный дом, в различных части. Как высоты? И то, и другое. А тогда, ну, никак не могу я вас понять, каким образом он может восстановить Дом Геннерта и вложиться в эту самую З2, если Дом Геннерта, как нам сейчас пояснил эксперт, изначально выше высоты регулируемой застройки предусмотренных законом Санкт-Петербурга. И я так понимаю, что когда, видимо, принимался закон, а уже до того времени Дом Геннерта не существовало, как раз закон никак не ориентировался на то, что этот Дом будет восстановлен в первоначальном состоянии, иначе были бы другие высокие параметры, которые находились в этой зоне регулируемой застройки. Ну, возможно, какие его привычи решили обеспечить право застройки учебы, да? Просто дало бы разрешение на вступление от высотных парадетов. Если бы это был конкретный Дом Геннерта, то тогда, возможно, Кио дало бы разрешение на вступление от высотных парадетов. А поскольку это всё-таки не Дом Геннерта, то извините, да? Мы вас вспомнили. Есть какие-то вопросы? Присядьте, пожалуйста. Слушаем теперь представителя Касана. Вы же из ТЭЦ, поэтому Кио, который у нас лицом ни по одному лицу не является, поэтому он у нас будет в конце выступов администрации. Хорошо. Наша позиция заключается в том, что здание, безусловно, содержит высотный ацент, определение, которое у него эксперт так и не сумел найти. Более того, наша позиция заключается в том, что строительство дома, начато до введения закона от 19 января 2009 года. К данному факту есть подтверждение материала дела, а именно письмо КГА от 23 апреля 2006 года. Лиздела называете сразу? Лиздела я не могу назвать себе, мы прикладываем нашему иску встречному данному письмо КГА, запрете строительства, да? Метопроектирование. А проектирование. Понятно. Разрешает Касану проектирование мирового дома. Вы полагаете, что это объясняет строительство дома? Время строительства. Это объясняет то, что на самом деле факт начала строительства, в том числе и проектирования, как часть этого строительства, начался задолго до того, как данный закон был введен в действии. Фактически законодательство поменялось в процессе строительства. Ну тогда кто мешал вам до 2009 года ввести этот дом в эксплуатацию, сдать? Кто мешал? Собственно говоря, обсудимый порядок отставить ваше право, если вы согласны. Уважаемый суд, 17-летний переписк мы предоставили вам потом. 17-летний переписк – это ваше право. Вы не обращались в суды по поводу нарушения ваших прав. Но, привет, привет. Мы действовали добросовестно и исполняли требования бесплатных органов. Вы считаете, что вы действовали добросовестно? Мы действовали добросовестно. Когда было начато строительство непосредственно? Строительство в... И чем это подтверждается материалом? В мае 2007-го фактически работает, а 23 апреля 2006-го года КГА, комитет градостроительства Альпийковой, на основании свидетельства разрешает Гасанову проектирование Дольфа Жилого дома Так, еще раз говорю, в 26-м году он ничего не разрешает, он говорит о том, что нужно согласовать с ГИОПом, но тем не менее. А когда начато строительство того Жилого дома, который... Проект, который вы согласовались с ГИОПом? Когда? В мае 2007-го года. Что материалом дела об этом свидетельствует? Что материалом дела? Да. Какие доказательства? Там есть письма на исполнение технических условий на подключение к тепловым сетям и электричеству. Ну, я вижу, 10-го года. Я вижу, да. Там поле ранее должно быть. Мы считаем, что, скажем так, окончание строительства, начато по одному, есть закон, да, фактически должно осуществляться именно в рамках действующего законодательства на начало строительства. Мы вас поняли. Когда было это начало? Когда начали подготовительные работы? Подготовительные работы, исходя из письма ОКГА, в 2006-м году во время. В 2006-м году. Тогда как вы объясните в деле на листе дела 3017, по-моему, том 1-й, находится заявление Гасанова от донцированного 23 сентября 2009-го года, прошедшее разрешение на подготовительные работы для строительства дома по адресу улицы Кудовая 12? Дело в том, что фактическое производство работы и обращение в комитеты может предшествовать обращениям в другие комитеты, поскольку ситуация сложилась по поводу этого объекта застройки явно неординарно. Гасанов был вынужден обращаться во все органы с целью получить согласование под каких-то своих действий. И поскольку его комитет фактически футбольный между собой, в КГА в том числе, у него эта процедура, которая, казалось бы, должна была закончиться на этапе обращения в администрацию о выдаче разрешения, она заняла длительное время. Поэтому он обращался именно туда. Вы читаете, что строительство уже было начало в 2006 году. и потом было закончено? Ну, фактически, строительство, если документально говорить, да, у нас было обращение в 2013 году за выдачу кадастрового паспорта на объект, но нам его принесли только в суд, поскольку также у него очень много обязанностей по его выдаче. Но до 2013 года это строительство было завершено фактически с 2013 года. Речь идет о том, что Гасанов не мог получить документы, подтверждающие создание дома. И отказы, которые ему выдавались в выдаче документов, они фактически не основаны на законе. А на сегодняшний день есть технический паспорт набор из остальных? На кадастровый паспорт материал, где вы говорите? На кадастровый паспорт есть материал, а где вы говорите? А технический паспорт нам до сих пор не выплатили. Несмотря на то, что мы его оплатили, мы его до сих пор не выплатим. Говорить о том, что документальное подтверждение окончания строительства есть... Ну, согласно кадастровому паспорту 2013 год. 2013 год, да. То есть это сам факт только обращения за выдачей кадастрового паспорта. Более того, мы считаем, безусловно, что это же, кстати, не подтвердил эксперта, что данные нарушения, которые выявлены экспертом, они не существенны. А с учетом практики судебной по самовольным постройкам, по самовольным постройкам, вот... 19 марта 2014 года, соответственно, при наличии несущественных иностранцев, несущественных нарушений, такое здание должно быть признано, поскольку эти несущественные нарушения должно позволять будущему собственнику получать право на созданный объект. Так. Здравствуйте. Я хотел, вот в тот раз мне было замечательно сделано, что я сделал построение с проектом. Вот у меня здесь семь видов проектов. С первого начала 1906 года о расширении на живой дом. Потом у меня администрация ответит, что делают коммерческие движения, также КГА. Потом КГА мне говорили, назначение земли менять на гостиничную, коммерческую, я меняю этого. Каждый раз оплачивать. Причем, с 2006 года, вот я специально привез, что вы видели, я ничего без документов не делал. Здесь вот все, электроэнергия, вода, канализация, газ, тепло. Я все сделал. Их каждый раз поменял четыре раза. Я хочу, чтобы вы это знали. Четыре раза я оплатил проектом коммуникации. Четыре раза менял. Каждый раз, по их желаниям. И каждый раз мне говорят, почему вы сюда не обратились. Мне кажется, что если бы чиновники выполняли свои обязанности, должностные обязанности, если бы выполняли бы каждый раз через судон, тогда сюда надо не выйти. Я военнослужащий, я получил земли, как военнослужащего. Если бы мне выполняли свои обязанности на посуде, когда стоял на своем посуде, и принимать решение, стрелять, не стрелять. Каждый раз судится, я не знаю, как можно вообще жить на этом. Около 15 лет я плачу налоги, я не могу там жить. Я раненый. Недавно опять мне операцию сделали. Под тем, своим служебным, когда поднял свои обязанности. Я сегодняшний день не могу. И все. Каждый футбол, везде сидящий, я никому конкретно личности не говорю, но они говорят, снести. А каким образом мне это обошлось, это строительство? Никто это не волнует. Как эти деньги, откуда я получил? Я причем тогда представлял. Следующий вопрос хочу дать. Это здание, никому там не мешает. А где настоящий, красивый, даже ее признался, что первые два этажа, там все нормально, все в порядке. Я максимально пытался, чтобы создать вокруг то, что у дворца находится. Я все сделал. И тут же я виноват. Я буду говорить, как есть. Когда последовательные совещания мы были встроены на обзоре. Говорят, мы ничего не знаем, идите, получили согласие с ГЕОПа, и все. Прихожу в ГЕОП. Госпожа Аганова, раньше был начальником этого района, Дорсовского района, части ГЕОП. Она говорит, делайте экспертизу. Это не моя обязанность. Закон написан, если он имеет научно-историческую ценность, этот объект должен делать государство. А она мне отвечает, делайте вы. Хорошо, делал я. Первые экспертизы сделали. Причем сделал спецпроект реставрации города, самый главный, главный эксперт. Мельчик. Первые экспертизы даете пять замечаний, осеняты с учета этого объекта. В второй раз даете экспертизы, теперь даете тридцать замечаний. Новому зданию. Причем новое здание. О чем вы говорите? Причем три Матьева, для губернатора была, отправлены подписанной Матьевенко, Мизинским отправленным. И через 5-летний, ты паяцца пальчем не дарит. Я опять в него должен все судить. Это все очень тропательно. Об этом очень подробно написано в деле. Но непосредственно конкретно в делу это не бывает. Если вы считали незаконными, все ваши отказы, все ваши длительные согласования нужно было обращаться в суд давным-давно. А не начинать стройку, и не получать навесные законы. Вы же понимали, чем все это может закончиться. Зачем надо было стройку? Один раз, когда я был, никто не нанимался. Вы знаете, я вас сейчас скажу так. Если вы там не хотели проектировать, не проектировать. Там конкретно человеку прокуратура. Ваши возмущения, может быть, по-человечески понятны, хотелось бы услышать правовые доклады. Правовых докладов больше нет? Я отрабатываю. У нас есть письмо, которое пропилирует мотивирующие возражения, реставрационное номер 3, 78, 89, 8, 11, 10. Так вот, в письме сам Геор пишет, о том, что принципиальное совмещание проекта в части 15-го стройки где окна нет. Мы не знаем, какой проект мы тогда строили. Мы не знаем, вы это строили без проекта, и этот проект конкретный, не согласованный с Геопом, строительный, не согласованный с Геопом. Может быть, когда-то, у вас там без конца были проекты, вы строили там гостиницу, что угодно. Поэтому мы не знаем, что конкретно вы там переписались. но мы можем показать, что это Геопом проявится. Ну и... Нам не надо сейчас ничего показывать. Это все нужно было показывать в суде первой инстанции, эксперт предоставить вопрос о соответствии построенном доме вот этому согласованному проекту. Таких домов тут не было. Мы вас поняли, вашу позицию. Присядьте, пожалуйста. Достаточно уже наступали. Слушаем Геопом. Вы поддерживаете вашу жалобу? Да. Мы поддерживаем нашу жалобу. Поддерживаем жалобу структуры. Подождите, пожалуйста. Как такое вообще могло получиться? У вас, как я понимаю, несмотря на проведенную даже экспертизу, до сих пор этот участок, до сих пор этот памятник Геннерта и не исключен из объектов культурного наследия. Памятник разрушен был в 1996 году. Геопом ничего не сделал для того, чтобы создать. Допустил то, что этот земельный участок перешел в частные руки. В дальнейшем никаких мер не предпринимал, в том числе даже тогда, когда уже этот памятник был упущен. Упущен, потому что вы земельный участок без обременения отдали Гасанову. Вы не сделали ничего, чтобы с ним заключить какой-то договор, для того, чтобы он обязался вам восстановить этот памятник. Без конца его волокители писали ему отписки. Не надо со мной спорить. Без несчетов, хотя вы сами ему писали. Не надо рассказывать, как менялось законодательство. Обязанность Геопа работать своевременно и надлежащим образом. Так вот, вы сами ему писали, не нужна экспертиза. Потом сказали, что нужна эта экспертиза, вместо того, чтобы организовать его самостоятельно. Но до сих пор, когда экспертиза показала, что сохранение объекта уже невозможно и нецелесообразно, в деле это и есть, и вам это не оскорено, насколько мне известно, ничего не сделано для того, чтобы этот объект был исключен из реестра. Бог с ним с этой стройкой. Объект до сих пор не исключен из реестра. И вы хотите сказать, что Геоп работает хорошо. Замолчите уже, на эту тему даже не надо рассказывать. Будем мы выносить частное определение в адрес Геопа или нет, это решит суд? Вы должны нам сказать, какие сейчас на сегодняшний день основания, с вашей точки зрения, для сноса возведенного строения. Правовые. И больше не надо рассказывать ничего. Даже как я Гасанову не прошу, тут слезы лить на то, как я его обижала. У него была возможность защищать свои права, а не самовольно действовать на свое усмотрение на этом самом земельном участке. И законодательство, знаете ли, не закрыто. То же самое вы нам расскажете. Правовые точки зрения для удовлетворения и сказанного строения. По зонам есть федеральное законодательство об охране памятника. Законом об охране памятника предусмотрено восстановление памятника. То есть на том, как они достроят тех аппаратов, которых был памятник. Зоны у нас существуют. Параллельно данному законодательству. И они никак не могут соприкасаться. То есть если они строят, как Гасанов предполагает, что он строил с учетом зоны охраны, то должны соблюдаться, прежде всего, требования зоны охраны. То есть закон 820. То есть соцступал 6 метров, как мы говорили, а не топит на настройки, как они отмечают, что ссылается на памятник, что там стоял, и с каким у нас еще требованием с крышей двухкартной, и с высотой, которая у нас предусмотрена на закон. То есть 10 метров. Это понятно, да? Если они предполагают, что они восстанавливали объект культурного наследия, а все были, господин Гасанов, к нам обращался, мы им уже, как они только что цитировали проектную документацию, готовы были согласовать тот проект дома, который они нам предоставили. Дома попросили уменьшить этаж, и подправить доработки, были им указаны. То есть им всего-то надо было доработать этот проект, предоставить нам заново, и мы бы его согласовали. Однако господин Гасанов все равно захотел построить то здание, которое захотелось построить. Расскажите, пожалуйста, а нельзя ли просто тогда сейчас его не снести дома, а просто привезти его в соответствии с высотой решением? Во-первых, потому что, учитывая, что вот это строительство господина Гасанова протянулось с 99-го года до 2009-го, у нас сведения, мы акт своим 2009-го года зафиксировали, что на территории памятника не ведется никаких работ. То есть фактически в 9-х годах они не начали. Значит, они были в 10-х годах. То есть был большой промежуток, естественно, заново-радество меняется за этот промежуток, предъявляются новые требования части градостроительной политики какой-то, меняется, все растет, все меняется. А господин Гасанов просто обращался с такими промежутками длительными госорганом, который, госорган тоже регламентирован его работал. Он располагается на нормах закона. Естественно, что ему отказывали ГГА, потому что на тот момент существовали иные требования. И поэтому мы считаем, что данное здание, конечно, оно совершенно не соответствует требованиям закона 820 и требованиям нашего закона. то есть ни в ту, ни в другую сторону оно не будет. Если бы он должен был восстановить дом Геннарта, он должен был восстановить дом Геннарта, если уж тогда бы закрыли глаза на нарушение 820-го, возможно, согласовали бы. Если он хотел отойти от этого, воспользовавшись отсутствием его обязанностей, восстанавливать, он должен был соблюдать строительные дела. И самое интересное, что на тот момент, когда нам только обратились с этим, с тем, когда мы письмо написали, у нас тогда не было таких четких, точных размеров этого здания, когда мы их потом обнаружили. На тот момент, мы бы его согласовали с тем, которые они предоставили. Соблюдая этажность и архитектурные элементы самого здания и фотографии. То есть, минимум усилий надо было применить, всего лишь соблюсти требования причем, можно было обращаться только к нам. Потому что, когда идет восстановление памятника, разрешение выдает комитет, КГО, не надо было идти ни в КГА, никуда, только к нам прийти, предоставить проектную документацию, мы бы выдали в КГУ, согласовали бы ее, выдали разрешение, и на основании нашего разрешения было бы построено здание, которое соответствовало требованиям нашего законодательства. То есть, нам на сегодняшний нужно согласовать какие-то изменения в проектную Мы уже посмотрели, попытались посмотреть, что уметь, привести, но очень сложно получится, потому что уже есть документы, вот эти обмены, то есть, наши тоже проверяют, наши тоже наши работы контролируют, прокуратура и есть надзор органы Министерства культуры. Им очень сложно сейчас пойти в привлес к тому, что имеется. У нас есть точные обмеры, точные, высотные от каждого этажа, правильно, как все это было, и поэтому согласовывать документацию уже на уровне раньше, мы уже не можем, потому что у нас есть уже что мы можем вспомнить. Другой представитель хочет что-то у вас? Будем якерить. А так, представители администрации согласны с установленным решением, разделяют кредитную с халубой стороны. Я не буду задерживать внимание. Целиком поддерживаю мнение высказанных участников ее и службы ГАЗ. В общем-то, администрация придерживается той же позиции и полагают, что, наверное, можно провести что-то образом это здание соответственно с этажностью. Но требований таких просто нету. А решение суда как раз отказать и тем и другим. Ваши позиции скорее укладываются в рамки не жалоб, а требований вывода суда, хотя не на другом основном, но тем не менее. Скажите, а как администрация в принципе допустила возможность передать четверземельным участком в ДЖС? Да еще без каких-либо обязательств? Я совершенно не могу ничего прояснить, извиняюсь, потому что и к сегодняшнему судебному не участвовало в этом деле. Да, и как и к прошлому всем. Так, судебная коллегия Галяйсит, вернусь. Оглашается определение судебной коллегии. Руководство в том, что мы изменим мотивировочную часть отказа в сносе, поскольку мы считаем, что в данной ситуации избранный способ защиты права общественных интересов и соразмерен нарушением права. Мы полагаем, что в части высотности здания это нарушение нельзя признать несущественными, но тем не менее нам только что не опровергнуть, что эта возможность может быть устранена потом подписанием предупреждения высотности здания соответственно выхода в суд последующего, если это подписание не будет искать. С новым иском в том числе кстати говоря тогда уже все хорошо. А вам надо думать соответственно какие способи это можно понизить? А вы думаете, как это можно понизить? Потому что вопрос, что он обязан восстанавливать подобные эффективности мы считаем это недообразным. Все хорошо. А правила по высотности допустим.